Разрушенные ливневки, проседающие колодцы, многометровые трещины. В Кирове нет ни одного километра целой дороги, которую ремонтировали в 2017 году, возмущаются активисты Общероссийского народного фронта. Они проверили состояние более 50 объектов и сейчас требуют от властей незамедлительного ремонта. Асфальт на одной из оживленных улиц Лепся разрушился. Еще в гарантийный период полотно начало расползаться, рассказали активисты ОНФ. Явные дефекты подрядчики не спешили устранять. Как итог, визитной карточкой улицы стали трещины и ямы. Одна из них находится возле дома 31 по улице Лепся. Я специально запаслась линейкой, чтобы измерить глубину этого дефекта. Ну вот получается около 17 сантиметров глубина этой ямы. Невнимательные автовладельцы могут оставить свою машину без колес. В подобном состоянии улицы Сормовская, Кольцово, Орловская, Труда. Всего больше 50 объектов. Их выявили активисты ОНФ. Хотели еще упомянуть улицу Луганская, но буквально с понедельника там начался ремонт после нашего сигнала. Подрядчик, изготовитель этой дороги, тот, который ремонтировал эту дорогу, обанкротился и сейчас происходит ремонт за счет бюджетных средств. Активисты ОНФ нашли дефекты, измерили их, зафиксировали, составили отчет. С ним они отправятся в администрацию города и будут требовать объяснений. Если ответа не последует, далее заявление в прокуратуру. Качество ремонта и дорожно-строительных материалов одно, говорят общественники. Другая проблема – система водоотведения. Если говорить вкратце, то изначально в маленьких трещинках начинает задерживаться дождевая вода. С приходом осени и отрицательных температур она превращается в лед, который начинает разрушать асфальт уже изнутри. Далее зимой дороги посыпают реагентами. Химикаты начинают агрессивнее воздействовать на компоненты асфальта. Весной к разрушению асфальта уже подключаются талые воды. И вот получается, что через год-два из маленькой трещины образуются вот такие дефекты.